Всем привет, с вами Хоккейстик. Ну что, я поздравляю вас с началом нового хоккейного сезона, а это значит, что и мы начинаем свой сезон обучающих видео. И в этом видео мы встретились с Прохором Полтаповым, обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне в составе ЦСКА. Поговорили о его скорости, поговорили, как обыгрывать защитников высокого роста и с длинной клюшкой, как играть в виде наборств, как играть без шайбы. В общем, куча полезной информации для хоккеистов любого ампула, как защитников, так и нападающих. Поэтому перемещаемся на лед, приятного просмотра, поехали. Прохор Полтапов оказывается на пятаке, обводит, что у тебя в голове, куда смотришь, что делаешь, на что обращать внимание и какие ошибки не допускать. Для начала главное это не сокращать слишком близко дистанцию с вратарем, потому что если я вылезаю, я на скорости, если я буду делать близко, я, получается, при обратном движении в него. То есть это нужно делать либо заранее, потому что у тебя будет больше вариантов. Вот если я ухожу, допустим, близко, опять же покажу, я ухожу близко, у меня, то есть я либо втыкаюсь в него, либо уже, ну, бросаю в щиток. А, допустим, если я буду уходить чуть дальше, там, ну, полметра даже, грубо говоря, вот сюда я ухожу, вот. Я отсюда и бросить могу, и обратно убрать. И больше вариаций. И вратарю не более. Не сокращайте очень близко дистанцию. Ты этому элементу сейчас много времени уделяешь? Как у тебя с ним? Вот сейчас во время отдыха нет. Нет. Во время отдыха понятно. Но я имею в виду вот по ходу сезона. По ходу сезона, да, вот мы. То есть, да. Да, кстати, мы очень много уделяем вот такой раздельной работе защитники нападающие. И там очень много у нас упражнений, то есть вылезания именно из углов. Не по прямой, а вот именно из углов ты вылезаешь на тебе, игрок, ты должен вылезти, продавить, выйти куда-то в центр. Потому что и тут может быть защитник второй. Да, да. Если поедешь сюда, ты в него воткнешься, тебе нужно сделать шаг, и уже бросаешь. Лично я очень сильно соскучился за летний период по хоккею и безумно рад старту очередного сезона в КХЛ. Недавно узнал, что наслаждаться игрой стало еще удобнее, так как Яндекс Плюс и КХЛ стали партнерами. Поэтому все матчи лиги теперь можно смотреть в Кинопоиске. Почему я рекомендую вам именно Кинопоиск? Через него удобно смотреть лигу как с телефона, так и на смарт-тв. Специально для моих подписчиков доступен промокод, он ниже, благодаря которому вы получите 90 дней бесплатной подписки, а далее уже будет 299 рублей в месяц. В нее можно будет добавить до трех близких друзей для совместного просмотра фильмов, сериалов и спортивных трансляций, включая, конечно же, все матчи КХЛ. А еще от платформы ожидается много дополнительного контента на хоккейную тему. Прошлый, пятнадцатый сезон был самым интересным в истории КХЛ, на мой взгляд. Но шестнадцатый сезон с новыми правилами игры и розыгрышем Кубка Гагарина обещает быть еще интересным. В общем, смотри все матчи КХЛ на Кинопоиске с подпиской в Яндекс Плюс. Все подробности по ссылкам в описании под этим видео. Да, слушай, а вот из углов, когда вы выезжаете, есть вся какая-нибудь, то очень быстрый маневренный. Ну вот, может быть, у тебя есть какой-нибудь, не то чтобы секрет, но сильная сторона. Так, расскажу. Насколько ты можешь, да, себя оценить? Я, когда в Витязе был, у меня был хороший тренер Курочкин Вячеслав Павлович. Очень маневренный, очень быстрый. И мы каждую неделю, в понедельник, я помню, полчаса на тренировке занимались улитками. Просто ставили два конуса? Не два конуса. А, вообще... Один в один ты делаешь. Просто в углу улитки, без братаря. Ты просто делал полчаса улитки, по 15 минут каждый. И то есть он подсказывал, как? Это, наверное, показать лучше. Давай. Вот я, допустим, еду, вылезаю из угла. Ага. Я ставлю конечек, и он чутка проскальзывает. Я жду защитника, когда он начнет играть со мной в тело. То есть, ну вот я, да. Да, вот он, защитник же как обычно, с центра играет. Я вот еду, чутка притормаживаю. Вот, защитник идет мне в это плечо, в ближнее. Я ставлю этот конек, и он меня сам подталкивает. А он, получается, проскальзывает. Здорово. Здорово. Я просто еще чуть глубже копну. Точнее, тоже копну. Ты ждешь контакта от защитников. Потому что, знаешь, зачастую, ну не то чтобы ошибка, это скорее пока от отсутствия опыта, что игрок раньше делает вираж, и потом сам утыкается, в общем-то, в защитника противника. Поэтому еще одна мелочь в копилочку. Обращайте внимание на игру защитника. Когда он идет в контакт, и ты уже, правильно я понимаю, можешь менять направление. Потому что я жду именно, чтобы те же защитники как. Ты не должен пустить игрока в центр. Да. Ты должен его отодвинуть в угол, поэтому ты будешь играть всегда с центральной стороны. Я сюда еду, он меня подталкивает, мне остается развернуть только конек, и он, получается, сам меня выталкивает. Также в эту сторону. Вот я притормажу, он меня толкает, я ставлю конек, и у меня сами они уходят. А защитник, так как он ждет, что сейчас я его воткну, он летит, играет в тело, а я жду, что как раз-таки он и сыграет в тело. Я просто разворачиваю конек, он меня в эту сторону выталкивает, сам пролетает. И мне остается только сделать раз-два, и я уже от него убежал. Здорово, здорово. Я высокий защитник с длинной клюшкой. Да. Какие у тебя варианты? Либо ты должен держать дистанцию, дистанцию, потому что она у него длинная, и ты должен уходить раньше от него, потому что он большой, клюшка у него длинная, и он будет медленнее разворачиваться в эту сторону, 100%, чем я, потому что я чуть меньше, я чуть маневренней, и меня лицом, все равно ты едешь спиной, тебе нужно, пока ты развернешься, пока включишь ноги, это намного будет медленнее, чем я просто буду бежать. Либо уже, это все дистанция, либо ты раньше уходишь, либо ты подпускаешь его ближе, клюшка у него длинная. Да, ну там очень. И вот он не успеет сделать этот рычаг, я просто убираю, и тут уже разворачиваюсь. Ему либо нужно будет фалить на мне, потому что ты либо цепляешь, либо он уже будет разворачиваться, пока развернется, та же самая история, очень медленно будет. Ну вот, кстати, не замечал, на тебе фалят больше, что это, подножки, задержка. Больше как задержки, мне кажется, потому что как-то я, не знаю, у меня иногда получается выдержать это чувство дистанции, иногда нет, иногда я сам утыкаюсь, а иногда получается так, что прям вот реально хватают уже, и все. Здорово. Поэтому смотрите по дистанции, если вы наткнулись на высокого, рослого защитника с длинной клюшкой, либо подпускайте, либо обегайте, но поправь меня, не забывайте добавлять ногами. Да, всегда нужно добавлять ногами, потому что он длинный, он тебя достанет, и это прям меня прям выбешивает. Слушай, ну ладно, давай есть защитники в лиге, но не обязательно КХЛ, может быть там по вышке, ты с кем-то сталкивался, но вот действительно для тебя вот сложно против него играть, знаешь, ну не идет. У каждого из нас есть такие. У нас вот есть Влад Провольник, прям мы когда делаем на тренировках 1-1, просто, он такой сок, у него клюшка длинная, он еще сам по себе большой, то есть там нужно еще больше брать радиус его, оббегать, либо уже прям подпускать, а он еще и в тело может сыграть. Тяжелый защитник очень. Так, кто еще? Из Акбарса, не помню фамилию точно, Лямкин. Да. Лямкин просто тоже неприятный, высокий, длинный, в тело может сыграть. Ну, приходится крутиться, как этот, ежик, просто реально. По сериям вспоминаю. Педан, тоже высокий, длинный, по-моему, тоже был момент как-то за воротами, ухожу от него, вроде думаю, все, я его не чувствую уже на спине, он вот так и достал. Там ее тоже, телескопическая клюшка. Ну да, вот как раз таки фальковский педант, два длинных. Вроде от них выходишь, и ты не чувствуешь их на спине, есть такое иногда чувство, то, что у тебя кто-то на спине висит. А тут я убежал, я его не чувствую, я с такой, оп, подрасслабился, поворачиваю голову, там уже вот так клюшка тянется, шайбу у меня забирает. Я думаю, е-мое. Таким образом мы узнали топ-4 нелюбимых защитников. Вообще, да. Про фальтапу. Сергей Федоров, очень сдержанный с виду, мало говорит. Может быть, что вот у вас с ним диалог такого интересного ты для себя подчеркнул? Понятно, ты еще молодой игрок, наверное, не так много было все-таки тренеров в твоей карьере. Но есть ли такой какой-то интересный нюанс, который тебе запомнился, подсказочка, в действиях, ну вообще по хоккею? Если ты шайбой, ты не будешь играть в защите. Если ты контролируешь шайбу, ты не будешь играть в защите. То, что... Это лично тебе или это как философия команды? Это мне говорили, потому что я, как все знают прекрасно, наверное, из всех интервью, что я подтягиваю только свою игру без шайбы. Потому что я играл очень плохо без нее в зоне обороны, в средней зоне. Сейчас я думаю, надеюсь, более-менее уже играю. Ну, кстати, он это и отметил. Да? Да. Ну вот я надеюсь. Поэтому мне было тогда, я помню, сказано, если ты играешь с шайбой, ты не будешь играть в защите и в средней зоне. Поэтому нужно контролировать шайбу, нужно держаться за нее. Каждый микромомент нужно отвоевывать. Без разницы, ну там метр ты от шайбы, ты должен сходить побороться за нее, чтобы ее просто забрать, чтобы уже было проще. Что еще говорилось мне? Ну, отлично мне. Хоккей меняется. Нужно двигаться намного быстрее. Потому что поляны меньше. Ну да. Крутить голову быстрее надо. С каждым годом все быстрее и быстрее. Поэтому нужно следить за вот этими микротаймингами. Где-то ты чутка позже ускоришься, не успеешь. Где-то чуть раньше, наоборот, проскочишь. Потому что все сейчас быстро, все нужно схватывать. Голова должна очень быстро работать на поле. Я не назову это слабым, но скажи, что вот сейчас ты считаешь первостепенно тебе надо подтянуть? Вот так бы я сказал. Реализацию 100%. Потому что моментов было множество. А забить я не могу. На этом уровне. И, наверное, то, что можно сыграть пас ради паса. Когда ты едешь, и у тебя есть открытый игрок. Но ты думаешь, я сам. И вот ты каешься во всех. А тут ты можешь отдать. И откроешься. Он чутка протащит. Ты откроешься, он тебе отдаст. Получается, пас ради паса. Вообще. Вот это нужно еще подтянуть. Давай копнем немножко. Мы не часто, кстати, затрагиваем эту тему. Как игра без шайбы. Вот на своем примере что-то по ходу этого сезона улучшал именно в плане игры без шайбы. То есть когда там условно шайба у Григоренко. Вот с чем ты сталкиваешься? Может так? Может, оборона, средняя зона, атака. Так, у меня больше были проблемы по обороне и по средней зоне. Потому что в детском хоккей как-то ты пришел в свою зону и катаешься на улице. Ждешь, пока тебе шайбы. Ждешь, да, пока тебе шайба выскочит, а ты побежишь. А уже во взрослом хоккей ты должен прийти, ты встал на место, на тормоз. То есть у тебя нет уже какой-то стартовой... Ну давай, ты край, да? Да. Вот мы примерно, примерно вот на этом островке. Да. Допустим, вот шайба вот там. Да. Уголочек. У Нестерова пускай будет. Да. Я стою, получается, я не должен кататься на своем месте. То есть вот так. Оп, отворачиваться от шайбы. Я катаюсь, спокойно жду, пока она выскочит. Я встал, просто вот стою. Клюшки в центр. Потому что это самое опасное место. Это прям, скажем так, требование Федора. Клюшки в центр – самое опасное место. И если шайбу прижали, то мы все, как пираньи, должны пододвинуться сюда. То есть, так как я ближний... Ну то есть вот я прижал шайбу. Да, вот прижали шайбу. Я со своего места должен пойти сюда. Потому что у нападающего, у чужого, голова опущена. Он что будет делать? Сюда или сюда? Правильно. Я подхожу сюда. Все, я контролирую. У меня вот здесь защитник. Мне она придет. Я лицом в поле. У меня мой нападающий подтягивается еще ближе. Мы, получается, забираем... Второй край, получается, он где-то вот здесь поправит меня. Так настолько компактно? Да. Прямо вот просто всю вот эту зону мы перекрываем. Центральный подходит. У нас защитник прижал. Центральный подходит, забирает шайбу. Я лицом. То есть, мне вот, допустим, нападающий будет выкидывать шайбу. Ну, грубо говоря, да. Я оп, я вижу. У меня нападающий уже будет бежать. Защитник навряд ли пойдет. Потому что я, во-первых, низко стою. Во-вторых, у меня центральный тут на скорости может выскочить. Я просто ему скидываю, и там два в один. Либо я уже пробиваю. Но я вот так, как в начале сезона еще не перешел на взрослый хоккей, я приезжал и катался. Вот так, оп. Потому что это тяжело, когда ты затормозил. Шайбы куда-то выскочили, и ты должен резко взорваться. Да, да, это такой... А так ты катаешься, у тебя уже есть какая-то скорость, ты оп, и все, и уехал. В общем, необходимо останавливаться. Кстати, ребята, кто помоложе, мотайте на ус, чтобы потом с этими барьерами не сталкиваться. Окей, а средняя зона? Средняя зона? Что у тебя в средней зоне? Наверное, дай угадай, наверное, опять оборона. Да, естественно. Средняя зона – это просто взрослые игроки, они уже умненькие. Они могут пойти вдвоем, втроем на твой фланг. А ты, ну, у тебя первый сюда закатывается, ты его, оп, проводил. Воворачиваешь голову, у тебя второй. И ты не видишь просто уже третьего, потому что у тебя второй уже приехал. Это нелогично, что у тебя они втроем могут быть там. И ты, оп, с ним уезжаешь куда-то в другую сторону, а там третьему на твое место передачи, и он уже входит спокойно. То есть тебе было немножко тяжело, вот, скажем так, найти игрока? Да, вот это было очень тяжело. Но за счет тренировок, за счет разговоров, там, видеопросмотров после тренировки с Сергеем Викторовичем, все объяснил, я надеюсь, получше уже выгляжу. Здорово, здорово. Возвращаемся. Микро-моменты, которые тебе партнеры советовали. Может, там, Григоренко, Нестеров, кто, какие советы давал? Больше Миша Григоренко, потому что вот в финале уже мы с ним больше разговаривали. Но он говорил просто играть в свою игру, не смотреть на... Не искать какой-то авторитет в них. В Мишах Григоренко, в Максе Соркине, чтобы я просто играл в свою игру, а они уже будут подстраиваться. Это вот как раз, к слову, о... Ну, в любом случае, давление, да, когда ты заменил Мамина в их тройке. Это я сейчас правильно, или... Да, да, да. Это все это история? Да. Поэтому старшие товарищи поставили плечо? Да, прямо очень сильно помогли. Особенно, когда в финале, я помню, вот седьмая игра, последняя. Как-то я понимал, что я как-то плохо играю, не отыгрываю. Они прям подходили. Макс Соркин, Миша Григоренко, Паша Корноухов. Мне даже фотографии представляют, как Паша со мной сидит рядом в обнимку на скамейке. Прям подходили, говорили, не надо, типа, не нервничай, все нормально. Это финал, кайфуй. Может, такое один раз в жизни будет. Поэтому не нужно как-то заострять внимание на каких-то моментах, нужно просто играть. Здорово. А отложилось что-нибудь, может, по именно тактическим моментам? Там, клюшку поставить, конек поставить, какая-то хитрость, которые старшие товарищи тебе... Да, 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 откладывалось. Это больше такое. Ну, можешь рассказать, показать несколько, если вспомнишь сейчас. Да, я могу рассказать. Ну, допустим, вот Миша Григоренко принимает шайбу на середине своей зоны. Давай я превращаюсь из высокого защитника с длинной клюшкой, Михаила Пенко. То есть мы в зоне атаки, да? Нет, мы в своей зоне. Вот шайба идет к Мише. Да. Я, получается, должен бежать под него. Туда, в красную линию. А Миша, он либо ищет прямую передачу, либо он делает дуплетик от бортика. И он говорит, если я делаю дуплетик, ты башкой покрути, башкой покрути, чтобы тебя не убили, во-первых, вот так вот в спину. Ага. Покрутил головой, видишь, что ты один, едешь дальше, можешь сделать улиточку. А я уже вторым темпом накачусь, дойду, как говорят, до зоны атаки. Ага, ну там уже сравнение с твоей скоростью, да? Там уже будешь разбираться. Но главное это вот покрутить головой. А, еще подсказывал, вот шайба летит, говорит, как каприз кораблик сделай. Оп. И ты, получается, тебя подтолкнут в это плечо, ты развернешься. Ну, я говорю, коньки стоят, ты так все оп развернешься. То есть, если правильно? Да, потом правое плечо, ты в эту сторону развернешься. Вот это, кстати, интересно. То есть, правильно я понимаю, если защитник все-таки до тебя успевает добираться, ты закрываешь шайбу корпусом, ставишь ноги корабликом, и если тебя там в спину подталкивают, то у тебя есть возможность там уйти. Ну, если он прям в центр тебя толкнет, но ты тут уже ничего не стерешь, ты развалишь. Давай вот примерно, чтобы для наглядности так покажем. Допустим. Покажем, что мы в средней зоне. Да. То есть... Вот я принимаю шайбу, и вот я качусь на кораблике. То есть, если я раз... Да, оп, я вот такую улитку, и все, я ухожу. Потому что он стоит уже в эту сторону. А если в правую сторону, ну, он вот проигрывает. Я качусь просто в другую сторону. Ну, там условно здесь есть. Оп, и все. Потому что у меня уже конек стоит один по направлению движения. А этим ребром, получается, если в ту сторону, мне нужно просто оттолкнуться, и я уже скорость будет у меня какая-то начальная. А если я даже и в эту качусь, я вот. Опусти, и все. Вот это, кстати, здорово. Я не устаю повторять каждый раз, узнаешь что-то новенькое. То есть, в момент открывания. Понятно, ситуация бывает разная. Да. Но ты раз, ноги в положении кораблика, и есть возможность и туда, и туда у тебя. Самое главное, поправь меня. Но сильно скорость в пределах разумного ты там не теряешься, не уходишься. Да. Особенно, если я делаю это по направлению движения. Вот я еду сюда, меня подталкивают, и я только бы... А если уже в эту сторону, то я... У меня будет уже начальная скорость и перебежка. Там, то есть, уже в любом случае, я тоже буду развивать скорость. Никита Несторов, что ты тебе говорил? Может быть, пихал? Знаешь, вот как защитники вечного... Ну, не война, конечно, но... Защитники на нападающих, а нападающие на защитников... Ну, например, там... Ну, условно, там, в большинстве, либо при игре 5 на 5. На большинстве я не играл, а ты больше только 5 на 5. Он мне все время подходил и говорил... Да вы ему ждете, достал уже. Что ты все... То есть, он тебя все время мотивировал? Да, то есть, он мотиватор такой был. А по подсказкам... Говорит, ты открывайся, башкой только покрути, я тебе отдам. Но он мастер. Да. И твой совет будет очень ценен. Поделись вот вещи, на которые должен обращать внимание молодой игрок. Ну, давай там, не знаю, пацану 16 лет. Ты уже через это проходил. Возможно, видел, как кто-то спотыкался, кто шел вместе с тобой. Глубокая тема. Наверное, так скажу, не нужно стесняться, не нужно прятать свою игру и подстраиваться под кого-то другого. Потому что у меня было такое уже в этом сезоне, когда меня в Хабаровске, я помню, поставили с Мишей Григоренко и Серегой Плотниковым. И то есть, я до этого с Владивостоком играл в свою игру, все было хорошо. Меня во время игры к ним переставили, мы смотрелись хорошо, тренерский штаб пришел нас так оставить. И, короче, на игре с Хабаровском я начал под них подстраиваться. Звено убил, игру убил. А это подстраиваться... То есть, я начал отдавать им шайбу, когда им... То есть, им не надо отдавать, потому что, как бы, авторитет им нужно отдать, они придумывают, они сильнее, лучше. Вот такие, возможно, были мысли. Но я это называю так, подстраиваться. Ну, нет, да, я понял. Я просто езжу за ними, слежу. Но вот мне уже, мне тогда, я помню, сказали, не надо подстраиваться. Я тогда этого не понял. Когда меня уже поставили в финале, Мишей Григоренко и Максу Соркину, мне тогда сказали, не нужно подстраиваться. Помнишь Хабаровский? Такой я прекрасно помню. А мы тогда три вроде звеном просто попустили. Минус три сыграли. Ужас был какой-то. И вот, я думаю, в финал уже был более-менее, вроде как, и звено смотрелось хорошо, я надеюсь. И ребята были довольны. Так вы победили. Да, не нужно подстраиваться, не нужно прятать свою игру. Если ты умеешь играть так, как ты умеешь, играй так, потому что это твои сильные качества, нужно играть на них. И не нужно бояться никого на льду. Прохор, спасибо тебе большое за то, что поучаствовал, приехал к нам в гости на канал. Ну, что мы тебе желаем в будущем сезоне? В общем-то, чтобы ты подтянул то, о чем говорил. Реализацию, побольше забрасывал, побольше отдавал. Ну, и пускай это будет второй кубок Гагарина. Спасибо большое. Надеюсь. Все. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Хоккистик. Прохор Полтапов. Хоккей в сердце. Увидимся. Отдельное спасибо Снегири-арене за предоставленный улет для проведения съемок. Все ссылочки в описании. Большой многофункциональный комплекс 15 видов спорта. Рекомендую. Ссылки внизу. Ху! Молочко.